Добрый день, друзья! Меня зовут Алла Кичиджан, я журналист, и я очень пристально изучаю социальные медиа, и только в теории, но и на практике. Сегодня я хочу поделиться с вами о том, как социальные сети влияют на принятие нами решений, казалось бы, не связанных, на первый взгляд, простых бытовых решений. Итак, вы стоите в очереди в кофейне, и вам предлагают на выбор две дисконтные карты, две карты постоянного покупателя. Одна из них выглядит вот так, а на второй просто нарисована елочка. И если даже вы не отдаете себе отчет в том, что вы думаете о том, как это будет выглядеть, то есть, когда вы разместите пост у себя в аккаунте, то, поверьте, я, например, сразу же думаю, как я обыграю русалочку или елочку до Нового года, еще далеко, а, собственно, русалочкой, поскольку от имени Аллочка меня часто называют. И вот такая картинка, ну, мне кажется, более веселая, чем елочка со звездочками. Рекламщики вовсю пользуются этой нашей особенностью, особенности современного пользователя социальных сетей. И, например, сейчас идет по телевидению реклама, звучит она так, показывают фотографии, и говорят, что путешествия — это больше, чем фотография. Ну, казалось бы, банальность, но мы все чаще принимаем решение, глядя на картинку и рассматривая путешествия с точки зрения контента для нашего аккаунта или наших групп. Например, Михаил Коростылев, участник нашего коммуникативного клуба, очень давно возит людей плавать с китами и косатками. Безусловно, великолепный контент, видео и видеофотографии, и море впечатлений вам обеспечены. Точно так же еще один участник нашего клуба, Александр Мартыненко, очень давно возит в экстремальные путешествия в Танзанию и в другие страны Африки. Там есть сафари, да, там вы можете тигра сфотографировать на расстоянии вытянутой руки, но если не испугаетесь. Поэтому игнорировать наличие социальных сетей и думать о том, что это мало на нас влияет, и реальная жизнь есть реальная жизнь, а соцсети есть соцсети, это немножечко наивно, потому что я думаю, что все еще впереди, мы еще не успели, так быстро происходят изменения, что мы не успеваем их осознать. Продолжение следует...